Виктор Шевченко Пока, можно сказать, нет. Но популярность они набирают. И, кстати говоря, в наших парках культуры отдыха, в Измайловском, в Лужниках, конечно, можно увидеть электровелосипеды. И сегодня уже есть некоторые прокатные организации, которые занимаются только прокатом электротранспорта. А для кого продаются электровелосипеды? Я хочу покрутить педали, заняться со своим здоровьем. Я куплю обычный велосипед и буду на нем крутить педали, так сказать, потеть, ездить и чувствовать себя прекрасно. Вести здоровый образ жизни. Кому вот это предназначается? Здоровый образ жизни – это замечательно. Это никогда никому не вредило. Этот велосипед, можно сказать, предназначен для краткого передвижения по городу. К примеру, у вас достаточно далеко находится парковка от места жительства или от места работы. Вы имеете вполне прекрасную возможность доехать на этом велосипеде до парковки, положить его в велосипед, багажник сложить и смело ехать на машине раньше. А самокат? Вроде и тоже в офис? Вообще этот самокат прячен больше 2 детей. А, это все-таки детский. Детский, да. У него есть ограничения по массе ездока, ну, где-то до 80 килограмм. Тем не менее, кстати, у нас есть один товарищ, весьма продвинутый. Он проводил огромные тестовые испытания. За месяц он накатал, наверное, 90 километров, ездил на работу с работы, измерял скорость, расчеты. У него скрупулезные расчеты, что экономия при использовании такого рода транспорта сумасшедшая по сравнению даже с городским. А кто у вас, ну, целевой покупатель? Покупает все группы населения, ну, кроме, может быть, совсем уж младенцев, потому что родители еще этого не покупают. То есть, на самом деле, вот такого рода самокаты, это возрастная категория, может быть, от 8 до 14 лет. Есть экстремальные самокаты, которые уже требуют хорошей физической подготовки и экипировки в том числе. Тысячеваттная. Ну, что значит ватность, опять же? Вот этот вот велосипед 350 ватт. Это вообще минимальная мощность, которая необходима для передвижения взрослого человека на велосипеде. То, что мы разбираем ногами. 350 ватт – это на сколько? Вот если я выехал из дома и поехал до офиса? На максимальное расстояние моё до офиса это сколько? Вообще-то зависит от емкости аккумулятора. Ну, вот этот конкретный экземпляр с таким аккумулятором, но на одной подзарядке им пройдёт до 20 километров. А какие подводные камни? Вот от чего вы предостережёте, ребят? Не пользуйтесь вот так-то? Ну, наверное, можно говорить, что до некоторой степени лучше эти велосипеды всё-таки вот такого излишнего количества влаги беречь. Ага, под тропическими ливнями не гонять на них. Да, да, не стоит. А что, может, заклинить, и уже потом надо будет приезжать к вам, чтобы... Ну, всё-таки электричество. Всё-таки электричество, да. Да, всё-таки надо понимать, что... Ну, мы же, если хотим, например, говорить под дождём по телефону, то как бы пытаемся его накрывать, либо покупаем телефон, который здесь ещё у нас ватт. Виктор, спасибо огромное, что рассказали об этом новом, в общем, для нас виде транспорта. А сейчас можно я его протестиру? Легко. Доеду до парковки, которая у нас здесь не близко. Всего доброго. Я вам доложу о том, как прошёл тест. Субтитры подогнал «Симон»!